Неважно, в горах или на море, у всех этих людей свой уникальный вкус дома. Волноброд. Поэтическое название осьминога. Он принадлежит к отряду настоящих осьминогов. Он появляется с приливом и прячется во время отлива. Ян Шилу – мастер половления волнобродов. Мои родители всегда заняты. Мы идем на побережье ловить рыбу и осьминогов, чтобы принести домой и втроем приготовить обед. Райское ощущение. Коллаген на поверхности осьминога смешивается с подливкой и получается густой насыщенный соус. Осьминог резиновый тягучий является традиционным блюдом для рыбаков восточно-китайского моря. Однако любимая еда его дочери все еще прячется на берегу. Это и листые прыгуны. Рыба, которая может жить на суше. Даже не мечтайте поймать их. Только если вы готовы пять лет оттачивать это умение. С помощью пятиметровой удочки и шестиметровой лески нужно поймать пятисантиметровую добычу на расстоянии десяти метров. В детстве я обожала и листых прыгунов, и волнобродов. Мой отец тогда не умел их ловить и решил научиться, но на это ушло много лет. Весь процесс занимает всего одну восьмую секунды. Запечатлеть его позволяет высокоскоростная камера. Пап, ты молодец! Твой отец молодец! Из нескольких прыгунов получается целый котелок супа. Рыба плотная, нежная, а соус сытный. Коптим, а затем обжариваем над огнем несколько раз, чтобы вытек рыбий жир. Оставляем рыбу высохнуть на воздухе, и лучший гарнир готов. Можно подавать с другими морепродуктами и блюдами, так как он не перебивает вкус самого блюда, а раскрывает его.